Для проведения областной нарады по разбесу с злочинностью, Реческий район набраны не выпадково. Хулиганство, семейное насилие, распрощадление наркотиков – в этой факте тут редким еще не заявляется. Додатковые пытания до местовых субъектов профилактики заявились после того, каких деятельностей детальево пронизывали супрацовники прокуратуры и милиции. Абтым, что ситуация в Реческом районе не заявляется критичной, можно мерковать по такой лечбе. Гетось узровень злочинности тут знизился бочек на 6%, але гэта не отменяя необходности божь активного реагования на існуючие проблемы. А працатаху нелега сказать, что региструемые тут правопорушения заявляются характерными только для гэтой территории, тем божь актуальные, зробленные выводы и выказанная пропановы, и рот наибожь значных проблем семейного насилия. В Гомельской области што год региструется кля 17 тысяч таких выпадков. Гэта маль треть от агольной колькости правопорушений. Знизить гэтую лечбу можно одним способом – неформальной профилактичной работой. У якости прикладу семья Агрогородка Хомич Реческого района на протягу некоторых годов уже субъекты профилактики ведали. Ситуация там саправды несприяльная, але действенных мер не принял никто, як выник троеды. Отец поднял руку на мать и было совершено убийство. Сегодня мы мать потеряли, отец находится в местах лишения свободы. Судьбой троих детей сегодня занимается государство, родственники. Вот вам причина для того, чтобы сегодня для каждого субъекта профилактики определить задачи, разработать тот алгоритм, который бы не позволил случаться таким трагедиям. Подчас мониторингу субъекту профилактики Реческого района увагу завернули на все службы. От инспекции по справах неполнолетних до установ охоты здоровья и социальной службы. И снова факты формализму. Часка доброохотных народных дружин у сельской местовости истнует только на паперы. Больше уваги потребуются не простующие грамотяне, а так само особи, какие вызволяются в местах позбавления воли. Раз в некий час, некоторые язык снова тропляют у медицинской взводки. Лица, освобождающиеся из мест лишения свободы, оказываются в трудной жизненной ситуации и ничего иного не находят, как совершают дальше преступления. Увы, часто наступают трагические последствия. То есть это и убийство, и умышленное причинение тяжких телесных повреждений. И еще одна тема, которую заканули подчас областной координационной нарады у Речицы. Боротьба с наркобизнесом. Переховники перекананы за распрощение наркотиков. Покарание повинно быть вельми строгим. Тем более, что принимаемые меры являются эффективными. Управлений с 2015 годом, когда были унесены изменения у законодавства, колькость правопорушений, которые связаны с наркотиками, на Умышне снизилась амаль на четверть. И они сегодня заслужены и по закону осуждены и находятся в местах лишения свободы. Поэтому тема наркотиков по Речице также будет обсуждаться. В этом плане регион тоже неблагополучный. Идут определенные процессы. И мы здесь тоже видим резервы для работы по профилактике данного вида преступлений. Не только со стороны правоохранителей, но есть претензии по работе наркологической службы района. Есть претензии к учебным заведениям. Олег Синтеров, Евгений Макеенко, телерадио-компания «Гомель» с Речицым.